Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Когда-то на моём канале было такое похожее видео о приложениях на территории Польши. Сегодня я решила возобновить это видео и добавить к вам ещё более распространённые приложения, которые появились за эти 4 года. И не буду оттягивать этот момент, и сразу же перейду к самому главному. Самое первое приложение, которое я хочу вам посоветовать, которое для меня стало и открытием, и новостью, потому что очень распространены переводы за границу. Но тяжело было всё время найти, когда ты можешь, например, со своей страны переслать денежку в Польшу. Так вот, я нашла такое приложение, которое называется Myria. Это очень распространённое приложение, которое работает как на территории Украины, так и других странах. Если мы говорим о территории Украины, то это приложение сотрудничает практически со всеми банками, которые у нас есть. Это Приватбанк, Альфа-банк, Ащадбанк, Аккордбанк, Укргазбанк, Востокбанк и так далее. Не буду перечислять все остальные, там их более 10 штук. Есть возможность получить перевод сразу же на карточку Приватбанка, либо же через приложение Приват24. Если же мы отправляем, например, с Польши в Украину, то есть возможность получить перевод как в евро, так и в долларах. Если же всё-таки получатель хочет получить перевод в гривнах, тогда он будет считаться по курсу, который будет на тот момент, на день перевода. Очень интересно, что в этом приложении небольшая комиссия. Если вы переводите до 1000 злотых, тогда комиссия будет 6,90. Если свыше 1000 злотых, до 3000, тогда комиссия будет 14,99. Для того, чтобы сделать перевод с одной страны в другую, либо на территории Польши, всё, что вам нужно, это зайти в приложение Майория, зарегистрироваться там, указать сумму, а также страну, куда вы хотите сделать перевод. Также написать данные получателя и подойти к любому банкомату Евронет и сделать оплату. Всё работает. Единственным нюансом для меня было сложно это зарегистрироваться, потому что идёт верификация данных, плюс сверяются данные паспортные с данными вашего лица. И вот почему-то у меня вечная проблема с моими документами, потому что я в документах одна получаюсь, вживую я совсем по-другому выгляжу, поэтому моя верификация прошла два раза, и мне пришлось два раза регистрироваться в этом приложении, так как пару раз мне выбивало ошибку. После этого, в принципе, всё очень легко и просто, подтверждение идёт паролями, я также немножко ждала дольше подтверждения кода, как пока мне придёт смс, но всё реально, всё работает. Что самое удобное, что вы можете переводить как и на карточке, так и человек может, например, получать в отделении банка, так и к нему может прийти курьер и дать ему эту сумму. Ну и также для моих зрителей, которые хотят сделать первый перевод, он будет совершенно бесплатным, если вы используете промо-код, который будет называться MyVariaFree. Я его оставлю здесь, чтобы вы могли его переписать, либо же в инфобоксе. Поэтому, если вы делаете первый раз перевод, тогда вы просто нажимаете сумму, выбираете страну, выбираете данные получателя, в промо-коде, в поле промо-кода вписываете MariaFree, и вам доставка будет первый раз бесплатная. После этого идёте к любому банкомату Евронета, который находится практически на каждом углу, оплачиваете перевод, и вуаля, этот перевод у вашего получателя находится уже либо на карточке, либо же под его дверями будет стоять курьер ждать, либо же он сможет получить этот перевод в любом отделении банка. Поэтому, если вы решите воспользоваться этим приложением, то всё легко и просто. Он работает как и на Android, так и на iOS. Поэтому скачивайте его с масс-маркета и пользуйтесь в своё удовольствие. Ну а мы теперь переходим к следующему приложению, которое я хочу вам посоветовать для заядлых таких вот любителей покупок. Воспользуется приложением Groupon. Это самое популярное тоже приложение здесь, на территории Польши, так и за границей. Если вы путешествуете, либо же где-то находитесь в другой стране, да может быть даже и в вашей стране. Очень классное приложение, которое позволяет вам сэкономить как на еде, так и на гостиницах, отелях, номерах. Возможно, выкупить дешёвые какие-то туры. У меня очень много знакомых, которые покупали рейсы Stenline, например, дыни Акараскорона, поэтому выходили они за сутки очень дёшево. И этим невозможно не воспользоваться. Также, если вы хотите поменять, например, шины, заказать какую-то услугу, то через это приложение вы можете найти какие-то промо-коды, а также скидки и воспользоваться ним очень легко и доступно. Все мы знаем, что на территории Польши по воскресеньям магазины закрыты. Так вот, и существует одно приложение, которое может вам помочь определить, какие магазины рядом с вами в воскресенье работают. Это приложение называется «Недельные закупы». Вы просто заходите в это приложение, выбираете свою геолокацию, и он вам находит ближайшие масс-маркеты, либо же магазины, которые работают в воскресенье, либо же в те дни, когда у нас швенточны, то есть когда праздники. Поэтому это приложение практически нужно для каждого человека, который находится на территории Польши. Любите покушать? Тогда надо любить и экономить деньги. Воспользуйтесь приложением «Бликс», либо «Пышно.ПЛ», а также «Купоны», «Кюпоны», «Хангринау» и так далее, еще также, я знаю, «Убер Итс» и далее подобные этим всем приложениям. Эти приложения могут вам позволить сэкономить на еде, а также при заказе, например, ресторана, либо кафе, где-то, когда вы хотите куда-то выйти. Также, если вы заказываете еду на дом, то вы можете получить какие-то определенные купоны и скидки. Если вы приходите и любите, например, фастфуды, такие как «Макдональдс», «КФС» и «Бургер Кинз», то вы просто заходите в эти приложения, находите данный фастфуд, находите также купоны и можете сэкономить очень хорошо, при этом очень вкусно наесться. Хотя не знаю, можно ли в фастфудах вкусно наесться, но все-таки вы сэкономите свои деньги. Приложение «Скай Кэш». Наверное, многие из вас знают это приложение, тем более раньше, например, нельзя было оплачивать онлайн билеты. Так вот, с приложением «Скай Кэш», также через приложение «Ягда Яда ПЛ», через приложение «Моби Билет» все теперь доступно и легко. Вскочавшее это приложение одно из трех. Вы можете оплатить любой билет, который вам нужен, например, поездка просто трамваем, либо автобусом в этом городе, либо же купить билет на поезд, либо же на автобус, межгородские, а также межрайонные. После того, как вы купите билет, на вашем экране остается QR-код. Когда подходит к вам контролер, вы просто предоставляете QR-код, он его сканирует и все. То есть, вам не нужно иметь бумаги эти, искать по сумкам, где потерялся этот маленький билет. Все очень просто и доступно. Тем более, наша большая жизнь уже состоит только в телефоне, поэтому это очень удобно, когда оно с вами. Но это не очень безопасно, когда у вас телефон садится. Поэтому лучше всего с собой всегда носить пауэрбанки, либо зарядные устройства. Тем более, что касается города Игданска, то во многих автобусах можно заряжать телефон прямо с автобуса. Наверное, ни для кого не открою секрет, либо же тайну, то приложение TripAdvisor – это самое популярное приложение для нахождения очень интересных мест в том городе, в котором вы путешествуете. Да даже я сама, когда путешествую за границу, я захожу в TripAdvisor и по-любому найду себе, во-первых, либо самое дешевое кафе, но очень вкусное, либо же какие места мне нужно посетить, например, за один-два дня. Там, что очень интересно, мало того, что вы выбираете город, вы выбираете, что именно вы хотите сделать в этом городе, покушать, посмотреть достопримечательности, заказать гостиницу, либо что-то еще. При этом там можно полистать живые фотографии пользователей, а также почитать отзывы. Приложение Gjeturilo – очень странное приложение по названию, но очень интересное для пользователей велосипедов. Скачавши это приложение, вы сможете открыть для себя карту и найти, где ближайше находится велосипед, и свободен он или нет, чтобы взять его в аренду. Приложение Canara Gjakojpovetsha – наверное, многим из вас интересно. Когда вы мне поспрашиваете, какой у нас воздух загрязнен, есть ли у нас смог и так далее, так я вам скажу, что города, которые находятся ближе к морю, они бессмога. То есть, если, может быть, и есть какой-то минимальный процент, но он на нас не чувствуется. Когда мы едем в какой-то другой город, вот недавно мы были в Варшаве, воздух, температура и вообще ощущения в городе очень сильно меняются, и реально это чувствуется на себе. То есть, мы, люди, которые живущие возле моря, намного сразу слышим качество воздуха и можем различить, где оно загрязнено и где нет, потому что по утрам тяжело дышать, какой-то появляются легкие каши и так далее. Так вот, через это приложение вы можете посмотреть, какой процент смога, а также загрязнение на улице в вашем городе. Поэтому, если вы заядлый такой любитель прогнозов погоды, посмотреть, что вообще происходит за окном, тогда скачайте это приложение и сможете отслеживать всё, что вас интересует, касающее качества воздуха. Недавно для себя открыла ещё одно приложение, которое называется Яносик. Очень странное тоже название приложения, но оно мне доступно и очень легко в использовании. Это больше приложение касается водителей, так как здесь работает навигация, при этом вы можете через это приложение посмотреть, где находятся радары, какие-то ограничения в скорости, а также, может быть, где-то стоит полиция. Поэтому, если вы водитель на территории Польши, скачивайте приложение Яносик и пользуйтесь себе в удовольствии. Моё самое любимое приложение – это Local. Когда я не знаю, что происходит сегодня, на данный момент в городе, либо же мы просто спонтанно собираемся с друзьями и решаем, куда нам пойти, так вот я открываю для себя это приложение Local, вбиваю просто место, где я нахожу, а также дату, и мне выбивает целый список, что сейчас происходит в моём городе. Иногда, знаете, когда живёшь рутиной обычной, и там ходишь на работу, приходишь домой кушать, варка, сварка, уборка и так далее, то ты не замечаешь, что происходит за окном. Так вот, через это приложение я понимаю, что каждый день просто не день, а праздник. Можно куда-то ходить, бесплатно посидеть на каком-то пикнике, встретиться с друзьями, посмотреть кино на самом высоком здании бесплатно, либо же сходить в какой-то театр. Что касается детей, то тоже можно найти разные развлечения. Вам просто нужно будет правильно отсортировать в этом приложении, что вы ищете, какие мероприятия, в какой день. Пользуйтесь приложением Local и не только работаете в Польше, но также проводите время со своими родными и близкими. Если вы находитесь на территории Польши, то приезжая сюда сразу по максимуму, если хотите сэкономить деньги, скачивайте все приложения всех магазинов. Потому что, ну, во-первых, это удобно, во-вторых, вы экономите и получаете бонусы. Я получала 15% скидки просто потому, что мои покупки превышали 100 злотых. Например, в Росмане можно экономить очень хорошо на косметике, либо на детской какой-то гигиене. Есть также приложение, которое называется Коста. Если вы любите пить кофе в этой кафешке, то собравши 14 зерен, вы можете прийти и заказать себе бесплатно хороший напиток. Существуют кафешки, в которых вы тоже просто собираете такие бонусы, наклейки за кофе, да? И после, например, 10 наклеек вы получаете 11 кружку в подарок. Но везде они очень маленькие и, ну, невкусные, если честно. Так вот, собравши эти 14 зерен, вы приходите в Коста и выбираете любой напиток, который вы хотите. Хотите пол-литра, хотите литры кофе этого, хотите самый дорогой, и оно будет для вас бесплатен. Ну и последним приложением, которое я хочу поделиться еще раз также для водителей, это приложение ВАЗа. Это приложение позволит вам отслеживать любую информацию, которая происходит на дороге в актуальный момент, то есть на данный момент. Также это приложение проинформирует вас, если есть где-то радары, стоит полиция, либо же пробки, авария. При этом в этом приложении он может вам показать самый короткий путь, чтобы доехать, а также объехать какие-то препятствия, касающие, например, аварии, либо пробки, если она случилась на дороге. Поэтому это тоже незаменимое одно из приложений, которое вам нужно воспользоваться, если вы водитель. Также в этом приложении вы можете посмотреть самые недорогие заправки, которые будут встречаться у вас на пути. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, что эти приложения были для вас очень популярны, незаменимы и нужны. Спасибо, что смотрели мое видео. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!